Я написал письмо Кириллу Серебрянькову. Письма читают. Дорогой Кирилл, это письмо моё публичное выступление в Александринском театре в Петербурге. Так уж вышло, что в последнее время, о чём бы я ни думал, всё равно мыслями возвращаюсь к тебе. И это выступление лишь одна из бесед с воображаемым тобой. Сегодня я буду говорить об истории нашей страны как об истории одного человека. История — это история культуры. То, что нас окружает, — это культура. Наше прошлое, настоящее, будущее, если оно, конечно, наступит. Культура — это отбор. Отбор куда более значительный и важный, чем естественный. Потому что этот отбор всегда осуществляется человеком. Маммардашвили говорил, что культура — это всегда усилие конкретного человека. Мне тяжело мыслить масштабами страны, города, коллектива. Вообще, как это можно себе представить? Мышление — процесс глубоко индивидуальный. Господь, мироздание, нечто. Наделили нас этим умением, которое, кстати говоря, можно легко потерять. В частности, философ Щедровицкий говорил, что если человек откажется от мышления, этим займется какая-то другая субстанция. Как мы видим сегодня, он был в целом недалек от истины. Мы чьей-то волей помещены в эту прекрасную данность — от рождения к смерти. В этой данности, в этой протяженности мы мыслим рождение, мышление, смерть. Все это принадлежит только нам. История, как зафиксированное время, — это всегда результат чего-то усилия, человеческого усилия. Мышление — это усилие. Если не будет мышления, истории может и не быть. История страны — это история одного человека. Субъектом всегда является человек, предпринимающий попытку осмысления реальности. Объектом становится тоже жизнь человека. Своя или чужая, но это всегда индивидуальный, всегда неповторимый опыт. Судьба и свобода — понятие индивидуальное. Рассуждая таким образом, я пытаюсь смотреть на историю страны, как историю человека с определенной дистанцией и под определенным углом зрения. История моей страны — это моя история. История моей семьи. В этом смысле книга Пруста в поисках утраченного времени — это священное писание для людей, которые мыслят такими категориями. Наверное, даже не обязательно ее читать. Важно просто знать, что она есть. Есть этот запах печенья Мадлен, который возвращает нас домой. В фильме «Соррентино. Молодость» в одной из сцен по тропинке, бегущей в Швейцарских Альпах, идут герои фильма. Композитор Фред Баллинджер и молодой, но уже популярный голливудский артист Джимми Три. И между ними происходит следующий диалог. Фред. «Ну а ты? Чего тебе не хватает, Джимми?» «К счастью, наверное, хватает всего. Но не жадничай, Джимми». «Я понял. Я понял, чего мне не хватает, четыре месяца назад читая Наваллеса. Ты читал Наваллеса? Калифорнийские актеры не только пьют, нюхают кокаин и спят с моделями анорексичками, но еще иногда читают Наваллеса. Извини, ты прав. К старости у меня накопилось много предрассудков. И что же написано у Наваллеса? Я всегда возвращаюсь домой, в дом своего отца. Этот диалог возвращает всех нас, и Фреда, и Джимми, и Соррентина, и Пруста, и меня, и тебя, в эту прекрасную данность от рождения к смерти. Данность, которая наполнена одиночеством. Мы становимся старше и удивительно, с каждым годом все ближе к отцовскому дому, к своему детству. Не зря говорят, что стар, что млад. Старики, они как дети. Ну, они есть дети, мы все дети. В каком-то смысле. Я родился в маленьком провинциальном городе в Смоленской области. Когда-то он назывался Паречье. Потому что расположился на берегах двух рек – Каспля и Габза. И в этом названии – Паречье – была какая-то красивая заданность судьбы. Но в первые годы Октябрьской революции там как-то ярко проявил себя руководитель большевистской ячейки Яков Демидов. И город стал частью его судьбы, приняв его имя – Демидов. Моё детство – это дом бабушки. Татьяна Васильевна Солодникова в девичестве Александрова. Она родилась в 1928 году в деревне недалеко от Демидова. К началу войны ей исполнилось 13 лет. А в этом году ей уже 90. Печенье Мадлен в моём случае – это запах блинов. Я просыпался в маленькой комнате на веранде от запаха, а точнее от звука, который рождается в тот момент, когда тесто выливают на раскалённую сковородку. Бабушка всю жизнь просыпается рано, в 5-6 утра. И это не таймер её внутреннего будильника, это условия жизни. Надо растопить печь, приготовить завтрак, принести воды. Интересно, что бы сказали современные поборники феминистских идей? Последние годы существования Советского Союза она работает в типографии, потом в военкомате. Мои лучшие друзья – это советские офицеры, которые работают там. Это не молодые люди, у каждого из которых за плечами опыт участия в военных конфликтах. Но, как часто бывает, последние годы службы – это канцелярская работа. Бабушка дежурила ночами, а я вместе с ней. Я был такой маленький, что она укладывала меня спать прямо на рабочем столе, предварительно расстелив на нём огромный офицерский тулуп. Наш дом, а дом был многоквартирный, был наполнен шумом жизни. Соседи у них свои, дети и внуки. И мы все вместе вечерами сидели на скамейке у дома, обсуждая прожитый день. А над нами огромный дуб. Его ветки накрывали собой весь дом, как будто защищая нас от чего-то надвигающегося грозного. Наступили 90-е годы, и всё рухнуло, весь уклад жизни. Не буду вдаваться в подробности, но дом быстро опустел. Отец пропал на много лет. Бабушка вышла на пенсию, денег не было, зарплату не платили. Жили тем, что давал огород. Страшное время. И бог бы с ними, с материальными трудностями. Но как быстро, теперь кажется молниеносно, обрушился уклад жизни. Уклад с его этическими категориями, с его представлениями о добре и зле. Нас как будто в сказке Волкова вместе с нашим домиком ураган поднял в воздух и отнёс в страну, о которой мы ничего не знали. Но в которой жить как раньше было невозможно. Всё изменилось. Но не бабушка. Я вдруг понял, глядя на неё, что человек сильнее времени, в котором он живёт. Точнее, он и есть время. Можно назвать это время историей. История, как зафиксированное время. Запечатлённое время. Запечатлённое памятью, устной речью, письменной фотографией, кинематографом, музыкой, архитектурой, культурой. Она с собой была в 30-е, в 40-е, дальше, дальше, в 90-е годы. Но она как будто и не герой запечатлённого времени. Усилия мастеров культуры прошли мимо неё. Она не родилась в Москве, не была в эвакуации, она не диссидент, не часть столичной интеллигенции. Кажется, что в этой жизни, во всём этом, нет судьбы. Но нет. Судьба и свобода везде и всюду. Дед умер, отец умер. Она живёт в этом доме сейчас одна. Я приезжаю, мы идём на кладбище. Она идёт своими ногами на могилу собственного сына. Как это возможно? Как это может быть? Однажды, возвращаясь домой, она сказала, «Удивительное время. Я прихожу в магазин, а там лежит капуста на прилавке. Сквозь всю зиму. Сквозь всю зиму. Так и вся наша жизнь». В связи с этой фразой я вспоминаю сразу несколько цитат, которые, мне кажется, помогают раскрыть суть, показать важность этого высказывания. В известном документальном фильме «Прогулки с Бродским» есть момент, где Бродский сидит в каком-то то ли венецианском палаце, то ли в одной из венецианских церквей и говорит следующее. «В 20 веке русскому человеку досталось так, как не доставалось никому. Может быть, китайцам больше. Русского человека раздели, разули и выставили вон на колоссальный экзистенциальный холод». Холод – это зима. И путь сквозь всю зиму – это и есть уникальный экзистенциальный опыт. История страны в 20 веке – это путь сквозь всю зиму. Чтобы добавить красок, вспомните сцену похорон в замечательной книге Захара Прилепина «Саньке». Или вспомните стихотворение Бродского «Так долго вместе прожили». Там есть строчка «На створке не распахивались в розь, и мы прошли их, видимо, насквозь, и чёрным ходом в будущее вышли. Сквозь. Ну а что касается холода и зимы, вспомните цитату того же Бродского в прекрасном фильме «Сарантино» «Молодой папа». Красота при низких температурах – настоящая красота. Пытаюсь себе представить корни того дуба, который стоит у нашего дома до сих пор. Всех пережил и всех переживёт. Сцена застолья в фильме «Сарантино. Великая красота». В гостях у главного героя, у Джепа Гомбарделла, сестра Мария, почитаемая католической церковью, святая практически. Она весь вечер молчит, на предложение что-нибудь съесть, отвечает не она, а её помощник. Сестра Мария съедает за день только 40 грамм корнеплодов. Все удивлённые и почтительно переглядываются. Вечер продолжается, спустя какое-то время на террасе квартиры оказываются Гомбарделла и сестра Мария. И вдруг она обращается с вопросом к Джепу. «Знаете, почему я ем только корни?» Потому что корни – это важно. Корни – это важно. Вся наша жизнь – это дорога в отцовский дом. Жизнь – это наши воспоминания. Жизнь – это история. История страны – это история каждого из нас. Без исключений. Я с большим удивлением, а точнее недоверием, всегда слушаю тех, кто говорит о судьбах страны как о чём-то обезличенном. Как правило, политики. Они любят оперировать категориями – народ, поколение, страна, мы. Почему эти политики так боятся слова «я»? Почему современные российские политики так боятся говорить о собственных семьях, о собственном прошлом? Потому что очень легко спрятаться за общими категориями, которые на самом деле ничего не значат. Потому что в таких категориях нет ответственности. Есть какая-то коллективная безответственность. Но его политика, вас, меня, там нет. В борьбе за правильную общую историю нас пытаются заставить отказаться от истории подлинной, личной. В таком случае хочется повторить слово Мамардашвили. Истина важнее Родины. Если русский человек голосует или выбирает правильную историю страны, но отказывается от собственной истории, истории своей семьи, то от такой нации надо бежать сломя голову. И помнить, нация и этнос – понятия вторичные. Потому что культура – это всегда усилие, а сегодня сверхусилие. И усилие индивидуальное. Кирилл, почему ты не уехал? Лучшие театры мира были рады принять тебя. В Мамардашвили в конце 80-х спрашивали о том же, почему вы не уезжаете? Он отвечал, только здесь можно увидеть обнаженную суть вещей. Предполагаю, ты себе отвечал приблизительно так же. Почему именно ты сегодня переживаешь опыт одиночества, продиктованный отчасти усилиями государства? Потому что вся твоя работа, твой театр – это про прекрасное человеческое одиночество, которое возвышает человека над государством. Это не одиночество власти, которое человек разрушает. Это опыт иной, позволяющий вспомнить, кто мы и откуда. Зачем мы здесь? Твоя судьба и твоя свобода напоминают каждому из нас о том месте, которое мы пока по праву, пока мыслим, занимаем в этом мире. Спасибо тебе за эту память. Свобода Кирилла Серебренникова. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...